Приветствую вас и давайте посмотрим на ситуацию вашу через разбор нескольких элементов, которые могут вам помочь в понимании проблемы. Первый элемент это причина, ключевая причина, момент обстоятельства, события, после которого мужчина перестал обращать на вас внимание. То есть, если имела место быть какая-то ситуация, то у вас, скорее всего, на ее почве, на ее, так сказать, на ее основе, да, произошел конфликт. Произошла какая-то проблема. И эта проблема, значит, она имеет место быть до сих пор. Она имеет место быть сейчас. Она имеет место быть у вас между двумя двумя. Соответственно, разбор этой ситуации поможет вам лучше ее понять. Лучше понять, что хотел от вас мужчина, который перестал на вас обращать внимание. Что ему было, так сказать, неприятно. В чем он не понял вас. Этот момент очень важно именно для себя уяснить. Момент, ситуация, с которой ваш молодой человек перестал обращать на вас внимание. Первый, это и важный аспект. Следующий элемент, это анализ ситуации вашего молодого человека. То есть, какая у него сейчас жизнь, какие у него сейчас обстоятельства. Есть ли у него на данный момент проблемы в жизни? Есть ли у него на данный момент какие-то неразрешенные конфликты? Есть ли у него на данный момент что-то еще? Какие-то, может быть, ситуации, которые не позволяют ему вести себя с вами расслабленно, вести себя с вами правильно, грамотно, вежливо, обходительно и так далее. Если такие проблемы есть, то определенно ему требуется время. Время молодому человеку вашему требуется время для того, чтобы эту проблему озазнать. Для того, чтобы эту проблему выявить, чтобы ее как-то для себя самого решить. А вам нужно его поддержать в том, что он сейчас решает свои проблемы. Вам нужно в этом его поддержать. Ну, или, по крайней мере, постараться в этом его поддержать. Потому что ему сейчас, на данный момент, очень это нужно. Конечно, при условии, если это действительно так. При условии, если молодой человек сейчас действительно испытывает проблемы. При условии, если молодой человек сейчас действительно переживает определенные трудности и определенный кризис. В этой ситуации можно и нужно вам его поддержать. Ну, я еще раз говорю, постараться поддержать. Это очень важный аспект. Очень важный аспект. Так что на эту тему также, я думаю, вам можно и нужно подумать, что вы можете сделать для своего молодого человека. Как вы можете ему помочь, как вы можете его поддержать, как вы можете облегчить его проблемы, его, так сказать, трудности. Следующий важный аспект, который можно вам осветить, заключается в том, что молодой человек может быть представлен в его основании потому, что вы перестали учитывать его какие-то потребности, его какие-то желания, его какие-то предпочтения, его стремления и чувства. Подумайте, что молодому человеку интересно, что молодому человеку нравится, что его привлекает, чем он увлекается. И попробуйте разделить с ним его, когда стихи, желания, стремления и увлечения. Попробуйте показать ему, что вы всецело разделяете то, что он любит, то, что он ценит, то, что он хочет, то, к чему он стремится. Если у вашего парня есть к вам чувства, они к вам остались, просто на какое-то время заглушились, это поможет заглушку снять. А, пожалуй, еще не менее важно, значит, о чем стоит сказать, заключается в том, чтобы вы более внимательно смотрели, что молодому человеку не нравится. То есть смотрите на его реакцию, на ваше поведение. Как он реагирует на то, что вы делаете. Как он реагирует на то, что вы говорите, как вы поступаете и так далее. Постарайтесь это тоже учитывать. И если вы видите, что молодому человеку не нравится, как вы себя ведете, если молодому человеку не нравится, как вы реагируете, как вы договоритесь или что-то делаете, постарайтесь по возможности учитывать эти факты и исправлять их, корректировать свое поведение. Это был ответ на вопрос, что именно вам можно сделать, если молодой человек предстал обращать на вас внимание. Но проблема в том, что в отношениях работают два человека. Если вы будете только самостоятельно делать что-то, чтобы молодой человек обратил на вас внимание, например, ничего не будете получать взамен, ничего не будете получать в ответ, то очень скоро вы почувствуете, что вы просто-напросто играете в подни ворот. То есть вы это делаете, а молодой человек не делает ничего. Это будет вызывать у вас разразивание, это будет вызывать у вас опустошенность. Это возможно спровоцировать зависимость от мужчины. Чтобы этого не было, может быть, имеет смысл, если вы видите, что молодой человек на вас не обращает внимания, а вы вроде бы ничего плохого не делали, вроде бы и не обижали его никак, и недоговоренности никаких между вами не было, да, то в таком случае, вероятно, молодой человек сейчас переживает определенный кризис по отношению к вам, то есть он преосмысливает ваши отношения для себя. И в этом случае важно его не трогать, важно его не беспокоить, лишний раз не раздражать. Пусть мужчина сам придет к какому-то решению внутри себя, и по течению времени вы увидите по его поступкам, по его поведению, как он к вам относится. То есть здесь очень важно, чтобы вы не приставали к нему с расспросами, не пытались что-то у него выяснить. Вы видите, как молодой человек к вам относится, видите, как он поступает, и вы вольны поступать на это так же, как вы хотите. То есть, когда мужчина на вас не обращает внимания, он же считает свои интересы. Ну, ему плохо, у него есть какие-то проблемы, он не посвящает в это вас. Это его право. Но и ваше право, без отсутствия видимых причин на такое поведение у парня, вести себя соответствующим образом. Это ваше право. И если молодой человек сейчас предстал на вас обращать внимание, вы попробовали к нему достучаться теми путями, которые я перечислил ранее, у вас не получилось, оставьте его. Оставьте его и позвольте побыть одному. Ну, время покажет, как он к вам относится. Вы можете даже ему сказать, «Дорогой, я понимаю, что сейчас в месяц тебе что-то не позволяет обращать на меня внимание, и я это хорошо понимаю, но я тоже другой человек, и я прошу тебя помнить об этом. И если по источнению определенного времени, например, скажем, месяца или полтора, а два, ты не будешь обращать на меня внимание, я это оценю как то, что твои чувства ко мне остыли. И я буду продолжать жить дальше. Я не говорю, что я от тебя уйду, но я буду чувствовать, что ты больше у меня не дрожишь. И, соответственно, придерживаться определенного поведения, опирающегося именно на этот момент. Вот так вам нужно сказать. То есть, если вы собираетесь действовать каким-то образом, это хорошо, это правильно, но важно, чтобы вы не действовали в ущерб своим интересам, важно, чтобы вы не вредили самой себе. В каком случае, в этом случае, в случае, если вы не будете вредить самой себе, молодой человек не увидит, что вы снижаете ценность. Ценность в его глазах, свою ценность в его глазах. И если у него есть к вам какие-то чувства, она обязательно начнет их проявлять. Возможно, после того, как вы начнете что-то делать, возможно, после того, как вы проявите свое независимость, возможно, после того, как он почувствует, что он может вас потерять благодаря такому отношению. Но, тем не менее, если же ничего этого не произойдет, значит, чувств к вам, уважаемого молодого человека, нет. И это означает только лишь то, что отношения ваши зашли на нет. И вам предстоит выбирать. Либо вы миритесь с таким отношением молодого человека, что не обращает на вас внимания, и по всей вероятности может уйти к другой девушке, если она вызовет у него более сильные чувства. Либо расцветать с ним, пережить разрыв и жить дальше. Найти на себе того молодого человека, который действительно будет вас любить и дорожить вами, и будет окружать вас тем уровнем внимания, который вы считаете для себя достойным. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.